Болгарская сказка «Правда и кривда» Жили когда-то два брата, старший и младший. Старший всегда говорил правду и поступал по правде, потому его называли правым. А младший вечно врал, во всем лукавил и делал людям зло, за это его прозвали кривым. Старший брат часто упрекал младшего, не делай так, брат, не ходи путями неправды, несправедливость никогда до добра не доводит, никому не помогает. Если ты обманываешь людей и творишь им зло, то никто тебя не любит. Но поганец и слушать ничего не хотел. Даже убеждал брата, чтобы тот отрекся от справедливости. Нет, брат, без лжи и без обмана нельзя жить на свете. Своей правдой сыт не будешь. И решили братья соревноваться. Правда – это лучшее из всего, что есть в мире, говорит старший. Если бы люди не делали по правде, ничего не осталось бы на свете. Все бы погибло. Нет, брат, нет. Несправедливость лучше, потому что с ней легче жить. Легче получить, что хочешь. Нет, правда лучше. Нет, неправда. Но если ты так думаешь, что несправедливость лучше, пойдем поспрашиваем людей, что они скажут. Ну, пойдем, сказал младший. Но если они скажут, что несправедливость лучше, я выну тебе глаза. Старший согласился, и братья двинулись искать кого-то, кто их рассудит. По дороге встретили попа, ехавшего на лошади. Спросим этого попа. Он разбирается в таких вещах лучше всех, предложил младший. Добрый день, батюшка. Дай вам Бог здоровья, отвечает поп. Куда направляетесь? Хорошо, что ты первый спросил нас, батюшка, потому что мы как раз хотели задать тебе вопрос, сказал старший брат. Так спрашивайте, что у вас там? Если знаю, отвечу. Скажи нам, батюшка, правду, что лучше, добро или зло? А почему вас это беспокоит? Побились мы об заклад, сказал кривой. Брат говорит, что правда лучше, а я говорю, лучше все-таки несправедливость. Поэтому и спрашиваем. Хотим, чтобы ты рассудил нас. Ну, дети мои, несправедливость лучше. Ее можно по-человечески жить. А правда и что? Сказал поп. И, стегнув ложь, двинулся своей дорогой. Обрадовался кривой и говорит, А, видишь, брат, кому я говорил несправедливость лучше? А ты все правда, да правда. Правда все-таки лучше, чтобы ты там не говорил. Ты сам уже говоришь неправду. Разве ты не слышал, что говорил поп? Слышал, говорит, правый. Что ж, давай тогда выну тебе глаза. Так мы договаривались. Ничего не поделаешь. И вынимай. Неподалеку росло обширное дерево. Братья подошли к нему. Танк кривой вынул правому глаза и пошел прочь. Вечером слепой забрался на дерево, чтобы переночевать. А под тем деревом каждую ночь собирались черти. Их предводитель расспрашивал каждого, кто что сделал за день, наказывал тех, которые не выполнили своей задачи. И посылал снова, чтобы шли и делали людям пакости. Вот в полночь собрались черти под деревом. Появился главарь и начал спрашивать. Все собрались? Все ответили ему. Ну-ка, рассказывайте, кто что сделал сегодня? Я ошпарил царскую дочь утром, когда она умывалась. Лицо ее покрылось язвами, и она никогда не выздоровеет. Хорошо. А ты что сделал? Спросил другого. Я сегодня девятью зарубками испортил водяную мельницу. И она уже тоже никогда не будет молоть. Ответил Толь. Тоже хорошо. А ты? Я ответил Третий. Перевернулся сегодня попом и встретил двух братьев. Они спросили меня, что лучше, правда ли ложь? Я ответил, что несправедливость лучше. И Краевой вынул глаза правому, потому что они поспорили. Хорошее дело. А ты что сделал? Спросил главарь четвертого черта. Ну, я ничего не сделал. Бейте его, приказал вожак. Черти бросились колотить неудачника, и тот заревел, приговаривая. Вот вы хвастаетесь, что натворили беды. Но знал бы ослепленный, что если умоется он водой из этого колодца, то прозреет, выльет той воды на жернова, и мельница заработает. Отнесет ее царевне, чтобы умылась, и заживут у нее раны. Только сказал он это, как запели петухи, и черти исчезли. А слепой сидел на дереве и все слышал, что говорили черти. Он спустился с дерева и начал ощупывать землю. Целый день щупал, но нашел колодец. Умылся колодезной водой и сразу прозрел. За братьем набрал воды и пошел к мельнику, которому черт разрушил мельницу. Вылил немного воды на жернова, и мельница заработала. Мельник два дня бился, чинил мельницу, но не мог ничего сделать. И теперь, когда правый починил мельницу, он ему за это хорошо заплатил. У царской дочери, которую черт ошпарил, все лицо было неизлечимой раны. Приходили врачи, лечили ее, но не могли исцелить. А когда правый пришел и дал ей воды, язвы сразу затянулись и исчезли. И царь за это щедро налилил его всяким добром. Когда правый пришел домой, Кривой стал расспрашивать, как тот сумел исцелиться, из чего разбогател без обмана, нажив такое богатство. Старший брат рассказал ему все, что произошло ночью под деревом, рассказал, как исцелился колодезной водой и получил большое богатство. И добавил, теперь видишь, брат, как правда помогает людям. А Кривой позавидовал брату черной завистью. Сейчас же ушел под то дерево и выколол себе глаза. Он тоже думал, что вылечится колодезной водой, получит богатство и еще похвастается брату, что помогла ему несправедливость. В полночь снова сошлись черти под деревом. И главный черт стал расспрашивать их о том и о чем. Каждый черт рассказывал, что плохого он сделал за день. Потом один пожаловался главному, что кто-то им мешает. Тот, кому я помог избавиться от глаз, прозрел, сказал один. И жернова закрузились, задавая второй. Царская дочь и та выздоровела, забеспокоился третий. В конце вожак спросил четвертого черта. А ты что сегодня сделал? Опять ничего. Но посмотрите вон на того человека, который сидит на дереве. Долго я ходил за ним, пока не привел сюда. Сказал черт и показал пальцем на кривого, что подслушивал на дереве. Черти стащили под лица с дерева и разорвали.